Бхатьям Рик Михайло Махараше где еще? Жорко зуб от вname с вами Жорко! Жорко всем преследам! Жорко! Жорко жорко с купят в свете Жорко из нормы Жорко из славы Жорко из армии Примечающие Продолжаем читать. Отделива глава восьмая, текст тридцатый, автор получает приказ Кришны и Гуру. Премира Удахо, премира Викара, Среда Кампа, Пуакани, Гадвяда, Штуртара. Когда трансцендент на любовное служение Господу пробуждается в сердце, это приводит к тому, что у человека появляется испарина, тело его иногда сотрясает дрожь, сердце учащенно бьется, голос прерывается, а из глаз льются слезы. Эти телесные изменения проявляются сами по себе, когда человек действительно обретает любовь к Богу. Не следует вызывать их искусственно. Наша болезнь заключается в стремлении к материальному, и даже когда мы идем по духовному пути, мы стремимся к материальной славе. От этой болезни необходимо избавиться. Чистая преданность должна быть, а не обхивашивая Ташунияма, свободна от каких бы то ни было материальных желаний. В теле преданного высокого уровня проявляется множество признаков, которые свидетельствуют о переживаемом им экстазе. Но их не следует имитировать ради того, чтобы добиться дешевого почитания. Когда преданность действительно достигает высокой ступени в духовной жизни, эти признаки экстаза проявляются у него сами собой. Нет никакой нужды их имитировать. Рейкач, как история про Ахридаса, когда он услышал, как заклинательный змей повторяет, успевая славу Ананты, он впал в экстаз, и начал проявлять все признаки. Он катался по земле, оторвал одежду на себя. И какой-то Браман увидел, что все люди стали почитать Ахридаса, выражать ему почтение. Он тоже решил изобразить это. И когда он стал эти признаки проявлять, соответственно, мы их просто побили. Потому что все видели, что Ахридаса подлинно являл эти признаки. Но этот Браман имитировал. Повторение Маха-мантры Харе Кришна позволяет достичь таких высот духовной жизни, то материальное бытие человека прекращается, и вместе с этим он обретает любовь к Богу. Святое имя Кришна столь могущественно, что достаточно произвести его хотя бы раз, чтобы получить все эти трансцендентные сокровища. Если кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и снова, но любовь к Верховному Господу все же не появляется в его сердце, и слезы не текут из глаз, это значит, что из-за оскорблений при повторении святого имени всеми святого имени Кришны не может прорасти. Кто-то повторяет мантры Харе Кришны с оскорблениями и не достигает живаевого результата. Поэтому необходимо тщательно избегать всех оскорблений, которые уже были описаны в комментариях к 24 стиху. Понятно? Оскорбление мешает нам воспевать свое имя. Чайтанья Нитянанды Нахиас Эсаба Вичара Намалайти Пряма Дена Бахи Ашурзара Но если человек, пусть из небольшой веры произносит святые имена Госпочитания Нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому как только такой человек начинает повторять маха, мантры, Харе Кришны, он чувствует блаженство, любви к Богу. Чего профессионал Асфальта Кур замечает в этой связи, что если человек принимает покровительство Госпожа, читания Махапрабху и Нитянанды, исследует их наставление, быть терпеливее дерева и смирение травинки, и в таком настроении повторяет святое имя Господа, то он очень скоро получит доступ к трансцендентному любовному служению Господу, из его глаз паллются слезы. При повторении маха, мантры, Харе Кришны, необходимо избегать оскорблений. Однако к повторению имен Гауранитянанды это правило не относится. Итак, если человек повторяет маха, мантры, Харе Кришны, но его жизнь все еще полна грехов, ему будет очень непросто достичь уровня любовного служения Господа. Однако, если, несмотря на все свои оскорбления, такой человек повторяет цветы и имена Гауранитянанды, он очень быстро освободится от последствий своих оскорблений. Поэтому, прежде чем начать поклоняться Радой Кришне, следует обратиться к Господу Чистане и Нитянанде, то есть поклоняться Гуру Гауранге. Всем последователям нашего движения в сознании Кришны мы советуем сначала поклоняться Гуру Гауранге, а уже потом, когда они несколько пробьют в духовной жизни, мы устанавливаем для них Божество Рады Кришны, и они начинают поклоняться Господу. Чтобы достичь Рады Кришны, необходимо сначала найти прибегающую Гауранитянанды. Чтобы достичь Рады Кришны, необходимо сначала найти прибегающую Гуру Гауранитянанды. Чимарату Дастакур поет в одной из своих песен. Гуру Гауранге Баритте Хабе Пулака Шарира, Хари-Хари Баритте Найне Баби Нира, Эра Хабе Нитте Чандра Корона Хаибе, Самсарава Васана Мора Каби Шучка Хабе, Мишая Чхадия Каби Шутка Хабимана, Каби Хама Херапа Шри Примдавана. Поначалу преданному след усердно повторяет святое имя Шиегора Сундеры, а затем святое имя Господа Нитте Нанды. Благодаря этому его сердце очистится от скверных материальных желаний. Тогда преданный может отправиться в Гриндалу на Дхаму, чтобы поклоняться там Господу Кришне. Не получив милости Господу Китане и Нитте Нанды, нет смысла идти во Гриндалу, поскольку тот, чей ум не чист, не сможет увидеть Гриндалу, даже если попадет туда. Для того, чтобы оказаться в настоящем Гриндалу, не нужно принять покровительство Шестерой Гаслами, читая Бахтира Саврита Синхова, Гидат Хамадову и Валита Мадова, а также другие книги, которые они оставили после себя. Только так можно понять трансцендентные любовные отношения Рады и Кришны. Каве, Хама, Бунчаба, Сирио, Галатирики. Любовные отношения Рады и Кришны отличаются от мирской любви. Они не имеют никакого отношения к этому миру. Для того, чтобы постичь Раду и Кришну, поклоняться им и с любовью служить им, надо принять руководство Шичитане Махапрабу, Нитте Нанды Прабу и Шестерых Гаслами, непосредственных учеников Господа Читане. Для обычных людей поклонение Шичитане и Нитте Нанди Прабу или Панчи Татве доступнее, чем поклонение Рады и Кришны. Человека не следует побуждать поклоняться Рады и Кришне, если только он не принадлежит к числу особо удачных людей. Ученик Неофит, который еще не очень хорошо образован и не обладает достаточными познаниями, не должен поклоняться Шичитане Рады и Кришне, если повторять мантру Хари Кришны. Даже если он будет это делать, он не сможет добиться желаемого результата. Поэтому, сбросив гордыни, следует повторять имена Нитте и Гава и поклоняться им. Каждый материал в мире в той или иной степени привержен греху, а потому вначале необходимо поклоняться Горой и Паураной, и молить их о милости, поскольку это позволит человеку, несмотря на все его изъяны, очень быстро подготовить себя к поклонению Жиграхи Рады и Кришне. Тут надо отметить, что святые имена Господа Кришны и Гора Сундры одинаково тождественны в Верховной Личности Бога. Поэтому неправильно считать одно из этих имен более могущественного, чем другое. Однако, принимая внимание положение людей этого века, можно сказать, что повторять имя Шичитане Махапрабу важнее, чем Махаманка Хари Кришна. Поскольку Шичитане Махапрабу самое великодушное воплощение Господа, его милость легко доступна. Поэтому вначале необходимо найти прибежище, у Шичитане Махапрабу повторяя, Чи Кришна Читане Прабу Нитянандовича, ядвая Тверка Рашиваса и Гору Бахтара Инда. Кто, кто служит Гору Нитянанди, освобождается от такого материального существования, обретает способность поклоняться Божеству Рада Кришне. Понятно всем? Сначала надо искать прибежище Господа Нитянанды Горанни. Сва Тантра Ишвара Прабху Атянта Удара, Тандрина Баджину Капху Нахая Нистара. Сочетане Махапрабу независимый Господь, Верховная Личность, в высшей степени великодушен, и поклоняясь Ему невозможно обрести освобождение. В этой связи с Шивой Бахсистанцем Расваде Токур замечает, что не следует прекращать поклоняться Раде Кришне ради поклонения и читания Махапрабу. Поклоняясь либо только Раде Кришне, либо только Господу Читании невозможно достичь высокого духовного уровня. Ваишнад не должен оставлять без внимания наставления Шестерых Госвами, поскольку они являются отчаяними и очень дорогие Господу Читании. Поэтому народом Дастокур поет Рупа Рагунатха Паде Хайбе Акути Кабе Хама Буджаба Сию Галатири Нужно стать послушным учеником всех Шестерых Госвами Атшила Рупа Госвами Да Рагунатх Даса Госвами Не следует их наставлениям, а вместо этого выдумывать свои способы поклонения Гора Сундари и Рады Кришне значит совершать великий грех, прокладывая себе дорогу в ад. Если человек пренебрегает наставлениями Шестерых Госвами, но при этом выдает себя за преданного Рады Кришне, он лишь порочит истинных преданных. Полагаясь только на собственные размышления, такой человек приходит к выводу, что Гора Сундари обычный Ваишнад, и приезжает его возможность совершенствоваться в служении Верховной Личности Бога Рада Кришне. Понятно, да? То есть Господь Читания – это тот же Кришна, только наделенный, наполненный великодушием, поэтому мы сначала управляемся в Госпочитании, чтобы соприкаснуться с этим великодушием. Но тут пишется, что в то же время не следует прекращать поклоняться Рады Кришне, потому что надо бы понять, что если мы будем надеяться только на великодушие, то рано или поздно мы будем Госпочитания оскорблять. Потому что нам всегда будет казаться, что Господь Читания – великодушие, а мы можем делать все, что угодно, и великодушие Госпочитания нас будет защищать. И тем самым мы будем отклоняться от пути, потому что мы будем идти все равно на поводу своих порогов. Поэтому даже понять, что, с одной стороны, мы принимаем милость в виде великодушия, с другой стороны, мы понимаем, что поклонение Рады Кришне требует определенной строгости, то есть определенных стандартов. И, соответственно, эта строгость, она еще больше нас подвигает. Поэтому это два взаимных пути. То есть, с одной стороны, мы слабы, поэтому нуждаемся в великодушии. С другой стороны, мы не должны пользоваться милостью Господу. Мы должны тоже прервать какие-то усилия и совершать свое жертвоприношение. О, глупцы! Прочите Шичитанию Мангава. Прочитав эту книгу, вы сможете понять все величие Шичитания Махаправу. Шичитание Бхагавата, Шива Риндаландастакура, изначально было заглавлено Шичитанием Мангава. Но позднее, когда Шива Риндаландастакур написал книгу с тем же названием, Шива Риндаландастакур сменил название своей книги. И в наше время она известна под именем Шичитания Бхагавата. В этой книге очень подробно описана жизнь Шичитания Махаправу. И Кришиндатский вираж Госвами уже предупредил нас, что в своем произведении он опишет только то, о чем не упоминает Бхагавата. Такое отношение к Шичитанию Бхагавата показывает, что Кришиндатский вираж Госвами признавал принцип ученической приемственности. Автор духовных произведений никогда не станет пытаться в чем-либо произойти в предыдущих Ачарьев. Кришна, Лива, Бхагавати, Кахи, Ведавьяса, Чайтанья, Львара, Вьяса, Вриндавана, Даса. Такур Вриндаван, Даса, писал игры Господа Читания, подобно тому, как Висадева описал все игры Господа Кришны в Шимадбхагава. Вриндавана, Даса, Каева, Чайтанья, Мангава, Янхара, Шараванина, Шасара, Мангала Такур Гриндаландас написал Шичитане Мангу Любой, кто слушает это повествование, избавится от всех несчастья Чайтанья нитая риятти дзянь махима Ятти дзянь Кришна Бахти Ситтанте Расима Читая Шичитане Мангу можно понять все величие и истинное положение Госпочитания и Нитянанды и перейти к окончательному заключению о превосходстве преданного служения Господу Кришне Шимат Бхагатам это авторитетное писание которое позволяет постичь науку преданного служения но поскольку оно слишком обширное только немногие способны понять смысл этой книги Шимат Бхагатам это изначальный комментарик Геданта Сутры который именует Ньяя Прастхана Геданта Сутры была написана для того чтобы помочь людям постичь абсолютную истину с помощью безупречных логических доводов и потому естественный комментарий к ней Шимат Бхагатам столь обширен профессиональные членцы создали впечатление что Шимат Бхагатам описывает только Расу Ливу Кришны хотя Расе Ливе посвящены всего несколько всего-навсего пять глав десятой песни в результате на Западе у людей сложилось мнение что Кришна большой любитель женщин и нам во время проповеди на Западе иногда приходится сталкиваться с этим ошибочным мнением другой помехой на пути понимания этого писания становится введенной в обиход этими профессиональными читами практика семидневных чтений Бхагатам Бхагата Саптаха они стремятся разделаться с Бхагатам за неделю так как смысл его настолько глубок что даже одним единственным стихшим от Бхагатам если подойти к нему правильно не объяснишь их три месяца в этих условиях простым людям будет очень полезно прочитать читание Бхагатам Шимов Риндавана даст Акура чтобы эта книга поможет им понять преданное служение Кришну в госпочитании Нитинаму Чилу Рупа Гасами говорит Шути Слите Пуранани Панчаратра Винхим Вина Аэ Кантика Харир Бхактир Патава Патава Калпасе преданное служение Господу не основанное на авторитетных ведических писаниях Упанишадах, Пуранах Нарада Панчаратри и других лишь причиняет ненужное беспокойство обществу Из-за неверного понимания смысла Шимат Бхагатам люди не могут понять науку о Кришне Однако, прочитав книгу Шилу Риндавана даст Акуру любой сможет с легкостью разобраться в этой науке Шичитане Мангеля Позже получивший название Шичитане Бхагаты Шилу Риндаван даст Акуру изложил суть науки преданного служения Цитирую авторитетные стихи из Шимат Бхагат Даже если отъявленный безбожник Таня слушает Шичитане Мангела Он немедленно станет великим преданным Манушья Ратчитанаре Айщигран Хадганья Бриндавана даст Амухке Вахта Шичитане Эта книга столь прекрасна, что кажется, будто сам Шичитане Махапрабу говорит у Станя Щи Бриндаван даст Акуру Чего санат Нагасанин пишет Хари Бахти Виласи Аваишнава Мухкот Гирнан Утам Хари Катхам Ридан Шраванам Найва Картавян Сурпочхиштан Ветхапая Нельзя слушать рассказы о Кришне Из уст Нивайшнава Молоко, которого коснула змея, становится ядовитым Столь же ядовиты разговоры о Кришне Устав Нивайшнава Транцедентное произведение Строго соответствующие ведическим канонам Смысл Пуран и Панчарат Рековидхи Может быть написано только чисто преданным Обычно человек не может писать книги об Ахте Ибо его произведения не будут оказывать на людей никакого воздействия Такой человек может быть выдающимся ученым и прекрасным стилистом Однако всего этого недостаточно для создания трансцендентных произведений Транцедентное произведение даже если оно написано далеким от совершенства языком Но автор его преданное достойно признания Так как так называемые духовные книги, написанные каким-нибудь мирским ученым Даже если они совершенно по форме бесполезны Секрет произведения написанного преданным заключается в том, что Когда он пишет обырок Господа Сам Господь помогает ему Преданное не пишет в одиночку Бхагатуддите по этому поводу говорится Да даме будхи йогам там Яна маму паянь Яна маму паянь Поскольку создавая литературные произведения Преданное служит Господу Господь изнутри дает ему столько разума То преданное чувствует себя так Как будто он сидит рядом с Господом И в его обществе пишет свое преданное Прешедарский вираж Госвами подтверждает Что все написанное в риндаме Дасам Хакурам Было поведено ему самим Господом Читание А он лишь повторял услышанное То же самое справедливо и в отношении Шичитани Чайтамрик Крешедарский вираж Госвами писал эту книгу Будучи уже немощным стариком Но из-под его пера вышел шедевр О котором Шива Бухистан Срасвати Госвами Махараж говорил Придет время и люди во всем мире будут учить бенгальский язык Только для того, чтобы читать Шичитани Чайтамрик Сейчас мы пытаемся представить это произведение на английском языке И не знаем, насколько удачной будет наша попытка Но любого, кто читает Шичитани Чайтамрик В оригинале ощущает постепенно углубляющееся в боженство Преданного служения Это очень важно Не что говорят, а кто говорит То есть если говорить преданный То его написание или проповедь будет пропитана преданностью То есть его внутренняя мотивация наполняет Даже самые простые вещи Именно преданностью А имперсоналисты или Сахаджи Или какие-то ученые Они могут говорить, рассказывать о Кришне Какие-то вещи Но все равно, рано или поздно Там будет какая-то вставка Которая указывает на их мотивацию И отношение ко всему происходящему Поэтому это будет большое искажение Я помню, читал книгу какую-то Там довольно-таки объемное произведение Там очень много говорилось о преданности О поклонении, о божествах В принципе, все как у нас И в конце концов Была такая вставка очень маленькая И в конце концов Занимаясь всем этим преданным служением Вы становитесь самим божеством Вроде вот читаешь, думаешь О, крутая какая книга Так все прекрасно описано А мотивация совершенно огромная Миллионы поклонов Лотос на стопом Вриндаванда Стакура Никто другой не смог бы написать Такой прекрасной книги Которая несет освобождение Всем падшим душам Нарая не вечно вкушает остатки Транпера за читание Мухапрабу Чье Вриндаванда Стакура появился На свет из ее лона В 43-м тексте Гавраганда Шедипики Кави Карнапура Которая описывается Все спутники шечетания Мухапрабу И то, кем они были в прошлом воплощении Встречаются следующие упоминания Нараяни Амбикаес вас Сай Ясин Намнашивай Килимбика Кишношкиштам Прапуджана Сея Нараяни Когда Господь Кришна был ребенком У него была кормилица по имени Амбика Младшую сестру ее звали Калимбикой Время госпочетания Эта Калимбика Часто вкушала Остатки тратить за Господа Вечетание Мухапрабу Килимбикой была Нараяни Климянница Шрива Стакура Позже, когда она вышла Из ее лона Родился Шрива Вриндаван Преданный Господь Кришна Славится своим служением Господу Поэтому говоря о Шриве Вриндаване Дастки Тахуре Мы говорим И о его матери Нараяни Шрива Батхи Сан Сейчас Вадхи Тахура Отмечает В этой связи Что О предках Вриндаван Дастки Тахурской стороны У нас нет никаких данных За ненадобности Тахуре Читает Читая 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 Подскажите, пожалуйста, как правильно это объяснить, как-то такая не хватило мозгов Понятный момент, что вообще мотивация жизни в этом материальном мире всех людей это стать Богом И, соответственно, люди хотят изображать из себя Бога или играть То есть люди ставят себя в центр Поэтому, когда они слышат о каких-то деяниях Господа, возникает некая зависть Но нужно понять, что Господь, Кришна, это единственный, кто способен не только заявить, что Он Бог Что Он все это может, но еще и доказать это Поэтому Он показал, что в какой-то мере, если человек владеет какой-то собственностью Ну, скажем, большой, да Он, в принципе, не отчитывается перед другими Потому что это Его собственность И никто не может войти во владение Его собственностью Если там, ну, допустим, в каких-то странах или в каких-то обычаях Был, ну, в момент, что человек, он царь, он мог иметь тысячи жен Да, то есть, в принципе, ну, никто не в небо против, потому что Он царь Правильно? То есть, ну, это тоже, ну, некая попытка походить на Господа Но это никто особо не осуждает Потому что, ну, если человек обладает чем-то могущество, значит, он имеет право Вот, поэтому как можно Кришна судить в чем-то, что Ему по праву вообще все принадлежит Вот, и поэтому Он делает то, что Он хочет Поэтому Он и есть Бог Потому что, если мы скажем, что Господу может делать вот это, вот это, вот это То есть, Ему можно, ну, скажем, быть богатым, могуществным и справедливым Разрулить все материальные вопросы людей Но иметь, ну, как бы, несколько жен, там, или много жен, да, это, как бы, не подобает Богу Потому что, многих жен могут иметь люди Правильно? То есть, это такое, вот, искаженное Но, и когда Господь, Он является такую поставь, ну, поставь справедливости, да, Он является, как Господь Ромачан То есть, у него все по правилу То есть, он играет на благо людей, чтобы там же люди сходно подражать То есть, Он являет себя в образе Ромачандры и показывает, как правильно себя вести в обществе Чтобы общество гармонично существовало То есть, фактически, Он являет такую роль, что, как наслаждаться гармоничным образом в этом мире Но, вот, здесь нету полноты Господа, потому что Господь ограничен Вот, и, поэтому, Кришна, Кришна, это Его высшее проявление, когда Он вообще не зависит от мнения окружающих Он, 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 он наслаждается так, как Ему хочется Поэтому, Кришна, это самое высшее проявление Божества То есть, это Саям Багаван, который является, он ни в коей мере не зависит от мнения окружающих Если кто-то его захочет осудить, ему как бы все равно это, на самом деле Он может убить человека, не убить человека, еще что-то делать, сделать какие-то вещи Убежать с поля боя или остаться на поле боя То есть, он действует исключительно по своему желанию Поэтому он Бог Потому что он может себе это позволить А человек, как он может себе позволить сделать, что хочет? Он, естественно, связан с Законами Поэтому, можно видеть, что Если кто-то и заявляет себя, что он Бог Он скажет, ну, хорошо, посмотрим, как Должен действовать как Бог тогда Должен являть какие-то определенные определенные качества Понятно так? Да Получается, и тогда все, кто окружают Именно Господа Кришну Они тоже все, получается, наслаждаются То есть, тем, что они ему служат, так же То есть, они там не в каких-то стандартических Ну, то есть Ну, конечно, Господа окружают Во-первых, это Относится к его внутренней энергии Мислорубы Шахты То есть, это личности, которые Практически, это сам он есть Просто его продолжение Вот просто мы относимся к Татаска Шахты То есть, Дживы Шахты То есть, она пограничная энергия Это другой вид энергии даже То есть, это, ну Наша энергия, она заключается в тем, что Мы находимся на границе Между эксплуатацией и самопреданием То есть, поэтому мы Ну, колеблимся Под влиянием мы впадаем В такую сторону мы И направим Поэтому, если мы впадаем в влияние Материальной энергии Мы Иллюзии То, соответственно, мы Начинаем заблуждаться И служим в иллюзии своим чувствам Поставив себя в центр А если мы впадаем под влияние Внутренней энергии Господа То мы, соответственно Обращаем в ту сторону свою энергию И служим Господу Через эту внутреннюю энергию Просто нужно понять, что мы, как энергии Все равно служим Всегда будем служить Просто вопрос, чему, кому Каких обстоятельств То есть, ну Предназначение, оно все равно будет исполняться Все равно будет управляться Если не захочем Господу Или людям служить Или собакам Или кошкам Служить В какой-то В своей реальности Чувствам своим Будем служить Предназначение Оно само Природа живого существа Какая Все понятно всем? Вопросы есть? Ори харая нама Кришна Ядавая намаха Один